Всем привет дорогие друзья, добро пожаловать на Властелин колец модом Эннарад. Сегодня мы посмотрим на сражение 3 на 3 на карте Лебеннин, или не важно. Сверху мы видим команду Имладрис Румиль, Синее Горы Заеб, и также Мордор Пендальф. Против них Мистер Крид Имладрис, Рохан Денвосс, и Мглистые Горы Вождь Маку. Давайте промотаем, потому что я очень сильно сомневаюсь, что на этой карте кто-то будет рашить, по причине того, что здесь просто гигантское количество крипов, и это банально невыгодно, надо крипиться. Три отряда габлы пытаются что-то найти, но это, кстати, похоже на попытку что-то снести, и может быть им это удастся. Здесь всадники Рохана фармят. Рохан стартанул в очень малой экономике, то есть он очень плотно построил фермы. Вот, то есть получается, что... Да, у него... У него 4 фермы, переносят как 3. Ну, не знаю, в тесноте, но не в обиде, возможно, хрен его знает. Так, ну тут мало места действительно на карте, может это и имеет смысл. Ну, в принципе, Рохан, который в центре стартует в каву, это классика. Саппорт. Мистер Крид установил маяк. Ну, легко и быстро можно закончить этот матч здесь за габлу. Если тиммейты не заберут троллей, если хорошо получится зарашить... Кстати, минус рабочий. Если хорошо получится зарашить, просто захватить троля, построить еще одного, и пойти и пронести крепко. Разумеется, если тиммейты... Точнее, если противники не заметят. Ну, и либо тиммейты просто отвлекут. Повозка не додавила. Это минус одна ключевуха. Правда, гном построил ее очень уж далеко. И даже крепость не достает. Поэтому... Ну, она как бы технически ключевуха, то есть она бы больше всего денег давала, если бы ее не разрушили. Но, по факту, это, наверное, не так. Сейчас повозка додавит. Ну, вообще, гоблины себя купили. Очень хорошее начало для вождя Маку. Также приезжает отряд всадников. Гном не делал апгрейд лучников, поэтому у повозки нет шансов на спасение. Но она едет на крепость. И, да, конец передумал ее бить. И теперь уже будет апгрейд сделан. Теперь повозка может о себе позаботиться. Также здесь Мордор стартанул в Горбага и Шаграта. Очень, очень странный выбор. Ну, его обычно строят... Ну, хотя, ладно, ладно, мародерка все-таки. Стоп, у него... Чего? У него еще и Готмак без войск? Офигеть, окей. Короче, Горбаг и Шаграт помогут мародеркой в будущем. Но вообще их строят вначале для разведки. На этой карте разведка не нужна. Здесь, по сути, одна линия. Ну, две, ладно. То есть вы будете либо здесь сражаться, либо здесь сражаться. Ваши здания покрывают всю территорию. Разведка тут не понадобится никакая. Такс, да, захватил тролля. Но у него почему-то лучники. Их крайне мало. И тролль сейчас спалится. Он разве не видит, что там МЛА? Одного тролля будет недостаточно, чтобы закресить крепу. Хотя бы два. Идеально... Лучники пытаются дойти до мародеров. Но, увы, вождь Маку недоконтролил немного. И можно было попытаться забайтить на мародеров повозки. Теперь уже повозки байтят мародеров. И нужно отступить, иначе их просто перебьют все. Да, уже поздно. Уже поздно очень хорошо сработал гном. Подвел мародеров. Перестрелял их. Подвел их к имладрису. И просто с другой стороны продавил. И гоблин потерял, собственно, все. В это время у имладриса как бы еще есть отряд лучников. То есть можно еще и тролля убить. Также нижний имладрис тоже решил напасть. У него небольшое количество войск. Но, по сути, у Мордора тоже. То есть пока эти ребята бежат к грейду надзирателя, это очень слабая армия. Но зато здесь есть лучники. Но при этом здесь есть саппорт. Который дает, как-никак, 50% урона. Возможно, этого хватит, чтобы их замочить. Имладрис решил поставить вышку. Гном построил разрушитель. И неплохое количество войск, в принципе. Плюс две повозки у него как-никак. Здесь есть конница. Но у Мордора половина армии состоит из копейщиков. Я думаю, конницу он не боится. Неплохая точка для смотровой вышки. Но, как я говорил, на этой карте, ну, на мой взгляд, по крайней мере, разведка не нужна. Потому что тут и так все видно. Ну, такая разведка не нужна, разумеется. Если бы он мог вышку влепить где-нибудь вот здесь, то это, понятное дело, было бы очень полезно. Но он не может. Поехала конница. Причем очень много конницы. И Мордор решил, что сейчас его копейщиков перебьют. И надо, надо отступать срочно. И правильно он делает. Так как копейщики редеют, осталось всего два отряда. Ну, три, типа. Еще немного, и лучники подохнут все. Врываются всадники. Где-то примерно один отряд в общей сложности они продавливают, но не хватает им мощи. Их перестреляли в итоге. Но только Элмер прокачался. Кстати, надо быть аккуратнее, потому что Элмер был изгнан. Если его убьют, то воскресить его можно будет только в случае, пардон, исцеления Теодена. Кстати, еще посмотрим, во что играет Рохан. Дэн вас же, правильно? Он как раз играет в исцеление. Ему еще семь очков копить. Том, Билл и Бёрд пришли в надежде что-то сделать. Но они получили очень много урона. Ну, в принципе, мне нравится идея Гоблина. То есть, он не пытался крысить. Он играл в захват ради того, чтобы сыграть в Билла, Тома и Бёрда. Билл, Том и Бёрд это дополнительная мародерка. Кстати, сейчас мы посмотрим. Это у нас вождь Маку. А, у него мало очков. Непонятно пока, во что он будет играть. То есть, это можно комбинировать с правой веткой. Это немножко медленная будет раскачка, но оно того стоит. Брать Ворчант, потом Мародерку, это стачится. Очень много денег. К тому же, он играет в Гробока. То есть, это еще больше денег. И в этой стратке это еще больше смысла имеет. Потому что Гробок хорош только в начале. Если речь идет о сражении армия на армию. Кстати, сейчас его убьют. И чтобы он был полезен в лейте, нужно вам беспокоиться о том, чтобы было много великанов. Вот как раз эти дополнительные деньги и нужны для этого. Сплоховал сейчас Рохан. Потому что все лучники были открыты. Надо было их только задавить. Он почему-то отъехал в другую сторону. Даже сейчас можно их убить. Копейщиков всего один отряд. Всадников здесь вполне достаточно. Но он уезжает, к сожалению. Тем не менее, Гоблин пробивается. В это время Мордор и Гном идут навстречу им Ладрису. Также здесь Король Чародей прилетел. И что-то мне подсказывает, что Рохан абсолютно ничем не поможет. Потому что у него только Конница. Исключительно Конница. Здесь очень много Копейщиков с разных сторон. К тому же еще и Король Чародей. Он правда сильно покоцан. Но если Конец приедет, он с ней должен справиться. Без проблем. А, окей. Решил поехать сюда. Ну, в принципе, это получше идея. Так-то. Очень много Конницы. Минус стрельбище. Нужно, чтобы Мордор помог. Потому что Гномы сейчас зажмут с двух сторон. Ну, его цель, конечно, доехать до крепости. Если он ее снесет, то даже потеря всего этого войска будет того стоить. Но Гном видимо, он не верит в свои силы. И он решает снести просто стрельбище. При этом он войсками бьет крепость. То есть этого я не понимаю. Но в любом случае как-то что-то пошло не так. Мордор не хочет ему помогать. Падает ключевуха. Это значит ключевуха и стрельбище было разрушено. Очень мало пока что. Пока что размен того не стоит. Можно убить Элодана и Лархира кстати сейчас. Но не получится потому что приехала конница и продавила часть войск. Ее так много, что копейщики не помогают уже. Минус повозка будет. Да, это просто фиаско. Мордор сейчас очень плохо сыграл. Именно благодаря Мордору нижняя команда разбила гнома. А я думал что сейчас нижняя команда потеряет одного игрока. Вот это пример ужасной игры от Мордора. Типа мне нравится как он строит армию и у него хорошие герои. То есть в этом плане никаких претензий. У него все есть что надо для победы. Он просто этим не воспользовался. Он не пошел в атаку. Подставил тиммейта. Тем временем король чародей около пятого уровня находится. А это значит да некромант уже прокачен. Мордор может себе позволить делать хорошие войска. Кстати минус Элодан и Элархир не имеет смысла на агрессивочах врываться в орков. Потому что у них мало брони и Элодан и Элархир и так будет их убивать. Нужно было поражать вместе Экилибриан и прожать оборонку. И Мордор бы ничего не смог сделать пока король червей бы не пришел на помощь как минимум. Они бы на сплеше очень много многих убивали. Такое впечатление что Рохан потерял всех своих всадников и остается приличное количество орков чтобы сражаться с Эмлой. Элодан и Элархир не могут нормально сейчас оправдать и в итоге Младрис вынужден тоже отступить и Мордор разбил двоих. В это время накопил очень много гоблинов вождь Маку. Блин я походу только ник вождя запомнил. Так сейчас еще раз пройдемся Румиль этот вроде заеб какой-то да фу осуждаю такой топорылый ник здесь Экпендальф Мистер Крид и Денвус я постараюсь запомнить Итак Мордор отходит сейчас будет сражаться с вождем но я думаю что у вождя армия послабее все-таки тут очень много крутых героев здесь мы видим только гробок и которые не прокачаны по коцам сдает броню да труповозка разгрузилась в броню это кроме брони еще и дает убав на броню временной катапульты закидывает год мак в лучников и еще и приходит им ладрис и гном и просто в хлам разбивают гоблина Мистер Крид тоже пришел на помощь но слишком поздно а у Рохана просто ничего нет ну какие-то там пару отрядов ничего не может сделать и такое впечатление что сейчас нижняя команда проиграет их полностью разбили остается армия только у мистера Крида против трех армий что он сделает пусть даже слабых ну как слабых у им ладриса тут типа более-менее что-то есть но это выглядит посильнее гнома мало войск у мордора тоже средненько он немного потерял ну посмотрим ладно ставится две вышки мистер Крит видимо будет обороняться здесь хорошая очень позиция зайти можно только с этой стороны если Рохан не пропустит с этой призываются звери Горгарота единственные копейщики ушли сюда поэтому кому-то сейчас будет очень больно мистер Крит это понимает видимо и шут нужно нужно сносить вышки убегать это будет минус два рабочих кидается совет элронда Румиля чтобы добить остатки Рохана пытается гоблин помочь минус минус вышка минус рабочий то же самое сейчас ожидает этого да она допускала ошибок мистер Крит сейчас так же гном высадился убивают Горкила он тоже не прокачан ну надежда теперь только на какой-то подкрыс троллей я не вижу а вот оно что он построил бурдура тут четыре ну это мы не считаем четыре стреляющих здания ну такое себе так же элронд что-то мне подсказывает что бурдур не сможет забрать крепу но элронда он должен забирать за счет отбрасывания то есть если он заберет элронда и уйдет это будет нормальный размен но он испугался зря в это время походу конец жизни для кондора мистер крит построил ой гондора говорю рохана мистер крит построил элронда и загрейдил его скорее всего гномом здесь не пробиться только саппортный герой который при смерти передумал надо было добивать его почему-то передумал но в любом случае гнома мистер крит разбил но рохан погибнет ну как бы у рохана нифига нет собственно у него какая-то хитрая страдка и непонятно что он вообще задумал но очень мало войск так бурдур жив ну и такая же ситуация сейчас у гоблина он все потерял вождь маку у него особо нет сил с дубинками побежали в тыл гоблины это хорошая идея за счет за счет этого логова на контратаке можно наварить дополнительно очков у него есть глубинный страж если избавиться от зверей горгорода то в принципе они эту атаку отбивают ну они потеряли рохан но у рохана остается стрельбища и конюшня а вот почему у него армия нет он строит лучников рохири совсем же недавно делал гайд пацаны лучники рохири это не тактика если вы хотите играть в ранних то играйте через призыв герольда то есть изгнание на гамлинга и с помощью призыва накапливаете себе конных лучников это лейтовый юнит это то же самое что в рейнджеров в начале играть это дорого это не заходит слишком дорого вот почему у него войск мало он сначала на обычную конницу потратился потом на эту конницу а надо было мясо строить в начале надо тащить за счет говна за счет дешевых войск а потом уже переключаться на дорогие но не наоборот ну тем не менее рохан остается жить отбили его тиммейты продолжают грызть эку гоблины кстати я бы сказал даже что мордор очень сильно пострадал от этих атак последний барак разрушается и вряд ли молок успеет его спасти микромант телепортировался с той же целью но увы барак был разрушен остается совсем немножко экономики еще один лагерь был построен по всей видимости он собирается играть во влаги или в огненные стрелы пока непонятно ой здесь был еще и бурдур это была попытка под крыса я не обратил на это внимание фейл мистер крыт установил маяк а вот же вот же смотровую вышку забрать он предлагает у него апгрейд стрел для лучников это может быть легкий молок что и происходит сейчас мордору надо отойти нельзя его отдавать дорогущий герой и ему удается забайтить лучников под короля чародея король чародея обнулил кому-то обилки надо еще юзать ужасающий визг я не понял кому он их обнулил эта обилка кстати еще и станет если на войска юзать но насчет им адреса я не уверен типа ну обычно максимальный уровень дает антистрах дает ли антистрах второй уровень им адресу увы я не помню но антистраха у элронда нет походу он на войска юзал оно не сработало обидно обидно так большая пачка габлы делаются и флаги и дубины и наверное еще и паучий яд сделает эта пачка может снести крепу например вот эту если эта крепа будет без защиты логово сейчас будет разрушено дешевых гоблинов у гоблина больше не будет очень много лучников у него нужно делать паучий яд для лучников пока он не делает плытье если это не коронация зога самые полезные войска для гоблина это лучники с апгрейдом ядовитых стрел либо великаны если если уже игра подходит к такому к такой стадии где просто надо большие пачки войск убивать пардоните за этот звук то лучники с апгрейдом стрел это самое лучшее что может быть вместе с тролем побежала пачка также есть горки он может поставить тотем забыла сделать паучий яд напоминаю это стачит с дубинами ну окей просто паучий яд дает одновременно два апгрейда новые клинки и возможность отравлять отравление разумеется на здании не работает но вот новые клинки добавляют урон по всему ставит статем замечательный подкрес промиль сто процентов теряет свою крепу посмотрим на его прокачку у него есть 25 которую нужно срочно призывать у него огромное количество денег он может все потерять если не среагирует может он решил что крепость не будет разрушена но но вообще мало гоблинов осталось ну хоть бы вышки тогда поставил ладно крепость не падет немного не рассчитал свою атаку вождь макру минус гробок и минус случники остался только том гилиберт офигеть крепость не разрушена тем временем у рохана огненные стрелы господи как много челиков погибло но все равно недостаточно войск и с помощью летучек забирает всех да это минус рохан определенно мне кажется мордор сейчас даже фигней страдает потому что просто разруш эти здания и все конец но может он решил что ему будет полезно покачаться король чародей практически до ульты докачался какой ужас призывается 25 здесь все обстроено могильниками норме точнее то есть это дел населения это не защита но с другой стороны крепость с апгрейдом брони тут даже заказан огненный ящик видимо там кто-то выходит или делается поэтому не строится поландо не атакует крепость они фокусят поландо а тут одна вышка все-таки есть кто-то жестко зафейлил это слив 25 кажется он начал ее бить но поздно у него очень мало здоровья выродки его бьют в спину это минус поландо изи я бы сказал и в это время том билл и бёрд тихаря пробежали на базу я думаю что есть смысл сейчас отступать они даже успел успел 1400 забрать нужно их убирать отсюда он переключился на ближний бой неужели офигеть они задефались они задефали свой борщ до 3 отряда копейщиков погибает от них можно добить последнего чела можно добить мага ну маг воздуха неэффективен против троллей он им вообще не наносит урона никакого и теперь у имладриса на базе большие проблемы как только погибнет вышка и барак больше ничего не останется что может дефаться они потом следующий барак снесут и все хана остается еще одна вышка надо как бы убивать копейщика копейщик герой он убил двух троллей но борщ борщ волшебный он их хилит он их воскрешает пришел элронд пришел элодан и элрахир пришли точнее снова тролли пытаются в ближнем бою мочить всех и им удается убить элодана и элрахира офигеть нужны лучники но увы не строит пытается героем ну блин если элронда не трогать он их конечно перебьет борщ закончился то есть они не будут хилиться но за счет отбрасывания они сейчас его заберут просто жесть в это время звери горгарота пытаются пробить крепость появился уже дрейк появился азок азок без коронации кстати практически бесполезен если что лучше строить и шелоп или дрогата молок отбрасывает дрейка дрейк практически мертв дрейк погибает он не использовал свою обилку оба крокодила еще живы нет один погибает другой почему-то разворачивается что-то пошло не так есть шелоп все-таки надо паучков мелких призвать надо использовать все что есть чтобы спасти эту крепу в это время тролли продолжают хозяйничать поставили снова борщ вышка пытается их перебить копейщики появились один тролль погибает может все-таки есть смысл борщ разрушить или лучников построить строить смотрящих смотрящих вроде нельзя отбрасывать вас позвали сюда минусуется крепость все-таки дожали дожали там балин ой точнее валин дожал крепость сейчас он погибнет нужно призвать подкреп призывается боромир очень мало войск остается у гоблина может быть мистер крит придет на помощь бордер еще и на мистера крита решил напасть восьмой уровень хамула пятый уровень это вроде принц нет это маршал станет станет щик заеб вышел в элитку построил румиль свою крепость у него на базе и это просто невероятно на том билл и бёрд продолжают все сносить румиль не имеет ни малейшего понятия как контрить троллей по всей видимости и просто на халяву забирают всю базу не часто такое увидишь грейдит с этой пещера вождя ну не хватит у него бабла чтобы выйти у великанов лучше бы он либо он строит крепу если он строит крепу то тогда окей норм но у меня есть еще одна мысль мне кажется у него нет рабочего если это так то а нет он строит крепу и он строит очень наглую крепу поближе к противнику он может быть за счет этого пытается больше территории выиграть то есть у него все шикарно у него есть деньги и на великанов и на крепу и она уже построена и у него есть армия гундабада также он вышел в мародерку также у него откатился глубинный страж глубинного стража можно закинуть сюда можно если будет разведка если он увидит что у мордера неправильно построена база он может разбить все бараки и даже попытаться снести крепу если там не будет короля чародея потому что больше вроде ну был еще где-то хамул да-да есть хамул жив ну теоретически можно снести крепу огромная пачка мародеров движется к базе гнома навстречу идет элронд пятого уровня и два отряда копейщиков с магом земли используется разрыв в облаках ставится борщ закидывается единица постойте-ка он переключил стойку красавчик потом белый бёрд пытаются стрелять по крепости гном обстраивается сразу же пытается с другой стороны зайти окружить противника но мародеры не так просты очень много урона уже нанесено крепости плюс еще очень много войск было призвано я думаю что она не простоит если у гнома есть балин да то он мог бы ее отремонтировать и выжить в этой ситуации но он не использует свою обилку а он хоть грейды он грейды даже не дал у него же возможность грейды на халяву давать на 10 уровне жесть гном сейчас мог 100% затефать эту базу и разбить вождя причем даже без помощи своего тиммейта хотя там помощи особо-то и не было но правда тиммейт призвал а нет это мистер крит призвал свою 25 мордор кидает свою 25 на остатки войск гоблина остаются только мародеры 5 уровня и они скорее всего сейчас погибнут тоже здесь полондо не тупит он атакует крепость крепость практически разрушена была гендальф закидывает свой гландринг кстати нужно использовать две обилки сарумана потому что кто-то фокусит да кто-то фокусит полондо это походу забойни и возможно еще крепость да я видел только что стрелу закидывает фаербол и крепость была разрушена одной атакой минус две крепости в это время мордор с призывными троллями молока проносит остатки базы вождя маку но он не знает что здесь у него крепость и у него очень много ресурсов он может полностью застроиться вышками ему еще нужно грейд стрел сделать если он его не сделал я не помню как он отображается и отображается ли он вообще визуально ну в принципе тут молок плюс хамул если отдать лучников на съедение чтобы выиграть немного времени то они должны снести крепу плюс еще о теперь есть крутой призыв лук хамула если вдруг вы не знали вот это обилка молока стачется с этой ой кстати еще откатилась ульта используется глубинный страж вождь маку промахнулся и попал всего лишь на два отряда которые еще впоследствии сбежали то есть вернемся о чем я говорил прожимаете ярость и эта обилка намного больше урона наносит в притык крепости его ставите прожимаете эти обилки крепость получает очень много урона полезная штука контратака от гнома пошла у него остается три барака ну-ка сейчас посмотрим так пендальф мордор у него классная эко но у него нет денег он все тратит ну это похвально и так тьмы я не вижу а нет он да он может выйти в грунт то есть у него сейчас будет грунт и звери горгорота шикарно просто заеб это гном его ну теоретически можно накопить на крепости он очень плохо прокачался но практически около двадцать пятки ну хоть что-то мистер крит тут все понятно у него армия есть кстати можно сейчас помочь тиммейтам а у него три хороших обилки есть сейчас правда там был где-то год маку мордора и не должны они пугаться да он уже давно прокачан у него уже дождись от уровня сейчас будет урумиля нет экономики но у него много денег на что-то мне подсказывает что на крепость он не заработает ну то есть даже если он кстати еще минус здание даже если он накопит на крепость то вернется в игру он очень нескоро и единственное чем он может помочь сентимейтам это разве что обилки и все вождь маку потратил свои ресурсы получил пробуждение змея но против двух армий и он не затащит увы так построил гробака у него это призывные пауки горкила у него грабители гробака они в сражении бесполезные они только против зданий и плюс у него бил том и бёрд воскресли которые офигенно сносят здания я слышал гронт да гронт призывается возле войск мордора и вся эта пачка сейчас пойдет на базу мистера крита он это уже должен видеть ему надо возвращаться иначе он все потеряет ему никак не отбить такую орду даже если бы он всю крепость обстроил и загрейдил они все равно все снесут а он еще и не загрейдил но ему надо это делать потому что ему надо потянуть время и выиграть если за это время получится убить двух игроков или хотя бы гнома пронести кстати во поводу гнома у него есть рабочий теоретически он должен спасти себя сейчас из этой ситуации будет разрушен барак третьего уровня сейчас посмотрим если минусуется армия гнома ну блин тут очень много лучников с огненными стрелами и обстрел на мистера крита ну почему он не вернулся домой теперь-то у него вообще никаких шансов может быть он мог бы как-нибудь ну допустим у него куча лучников а ну еще армия жива с апгрейдом то есть можно молока убить с их помощью если мордор например затупит то можно грунт или снести если он не будет просто по ним бить тем временем у куча ульт есть хамул свой ульт уже использовал я увы не вижу где эти ребята может их уже убили может они где-то там бегают среди других воинов а вон они бегают то есть он решает что пора размениваться хрен с ней с базой у него у него есть рабочий да рабочий эвакуировался он отдает крепу очень крутой змей призывается большое количество орков было сожжено но этого все равно недостаточно чтобы задефать базу но это неплохо призывается логово варгов видимо за счет него он решил пофармить очень мало экономики и ресурсов у вождя до сих пор дефается румиль и до сих пор живы тролли пытаются спастись эти ребята и еще второй отряд построился нет походу тролям тут ловить нечего нужен какой-нибудь барак да и строить выродков ну-ка ну-ка вообще мордор очень сильно рискует в том плане что у него ничего нет ну ладно крепости ему не снесут но он тоже по сути все потеряет и может быть троллями сможет вождь маку за дефекса смотрящие проюзали свой скилл на контроль но пока борщ стоит или может эти ребята и так воскрешаются очень быстро а все-таки они отдэфались о неужели он начал лучников строить невероятно сильно тупит румель просто лучников построил бы пару отрядов и какой-нибудь отряд копейщиков для прикрытия или тех же смотрящих для прикрытия и все и все тролям конец но он почему-то об них разбивается и так гном строит креп гном еще жив гнома не убили но это возможно последний барак румиля также последний барак мистера квита здесь есть кстати логово халявные очень много троллей подходит к базе мордора мордор сейчас рискует погибнуть что есть у мордора звери горгорота очень скоро откатится моргульская магия тролли кстати очень близко к крепости а потому что они решили не сносить вышки а бить сразу же крепость крепость фокусит их звери горгорота подходят но с другой стороны мистер крит с огромным количеством лучников которые просто за мгновение убивают этих зверей и при этом теряют тоже огромное количество своих воинов мордор потерял крепость три барака еще здесь стоят также румиль поставил барак свой он хочет жить он не хочет погибать он зубами вцепился нужно жить а это что это тоже его у него есть два раба срочная эвакуация не знал что на реке здесь можно строить какие-то водные фермы вернулся мордор да у мистера крита теперь армия послабее но очень много до сих пор лучников ульт короля чародея слишком рано использовал но прыжок молока в догонку правда тоже промахивается кидается глубинный страж теперь-то уже получше закинул его вождь маку и неплохое количество лучников погибает гном решил напасть сюда но вряд ли он что-то снесет но бараки бараки может снести определенно здесь два ценных логова троллей нужно посмотреть на вождя маку видит ли он нет он не видит что здесь происходит гном очень даже неплохо зашкерился мордор на волоске от смерти у него нет ничего вопрос лишь в том есть ли у него рабочие да или нет я вижу здание но я не вижу тех ребят а все есть рабочие есть рабочие мордор вне опасности в это время две двадцать пятки есть у вождя маку и это страшно можно грон снести армии гундабада а вот стоит ли балрога сюда призывать так это мистер крит качается гном потерял все свои войска если он доживет до десятого уровня то сможет помочь тиммейту призывается балрог ой рановато он он не видит конечно грон но рановато он за харку закинул и он забыл про ох какой фейл надо было прожать пламя арадруина тогда бы его бы не убило молнией ну в смысле он бы получил много урона но не убило бы его молнией всегда как только вы призываете балрога первое ваше действие это пламя арадруина это самое полезное его обил летучих мышей нужно использовать на грон но в любом случае мордор разбит большой ценой очень большой ценой но разбит нужно еще снести грон и все король чародей погиб нифига ж себе мордор не просто разбит мордор в ужасе наверное сейчас минус грон будет да он даже перестал его передвигать а зря грон имеет свойство давить солдат конечно давить армию гундабада бессмысленно она призывная но вот давить армию мистера крита смысл есть разрушился барак мистер крит установил маяк типа мол сноси сноси бараки но не тут то было здесь крепость есть орлы от заеба я не понял что они там делали если честно но окей с какой целью он их призвал ну крит вроде может аааа все 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 орлы снесли раба у мистера крита а ну у него остался другой раб и кстати заеб снес самые ценные здания вождя вождь теперь не сможет троллей приводить у него есть пробуждение змея тьма но по сути он все обилки уже прокачал которые можно прокачать так пендальф у него есть 25 у него много очков но он тоже по сути уже все прокачал что надо плюс эко но у него до сих пор крутая эко здесь настроил зачем он разве не видел что там крепость он что думал это последний рабочий и внезапно гном потерпел поражение гном у которого была крепость экономика и бараки решил подставить своего тиммейта и ливнуть ну гномы поступили в смысле в принципе как обычно теперь у мордора очень классная экономика но контролить придется в два раза больше по сути сейчас эта база просто болванка неактивная 10 уровень элронда но в любом случае у команды которая раньше была снизу ситуация очень плохая потому что у них ни хрена собственно нет у мистера крита конечно козырь это прокачанный герой и немножко войск но это такое себе удовольствие тем временем хамул уже второй отряд королевской гвардии рун призвал неплохо неплохо чем там не гномов напоминает глоина напоминает своими движениями походу это он и есть просто переоделся так тем временем вождь маку практически ну как вождь маку мистер крит мистер крит зачистил базу вождя приезжает дрейк но допускает ошибку вождь маку слишком рано он использует его обилку и враги просто отбегают но здесь просто шикарная позиция все войска кучкуются и попадают под огонь он вынужден отступить потому что этих ребят просто так не сжечь если они подойдут к дрейку они его убьют лучники тоже как бы нехило так его покоцали и теперь он вынужден отступить призывается обилка совет элронда от мистера крита и последнее здание на этой территории падает мистер крит восстанавливает свою экономику почему-то мне кажется что а нет не верну но такое впечатление что вождь маку не развивается а хотя уже начал строить здание здесь бараки может покоцать а этот чел жив румиль еще не ливнул но ливнул гном ну что это за руинер как так можно надо до последнего сражаться но такое впечатление что мордор тоже уже не развивается он устал давайте сейчас посмотрим пендаль у него 2600 есть у него есть гронд мелкие обилки тьма есть причем на эти деньги можно нехилую такую армию построить призывается точнее используется ульт некроманта но видимо он не читал как он работает все враги вокруг некроманта будут получать урон от огня сжигаться нужно чтобы он возле врагов был обидненько минусуется барак и сейчас второй тоже погибнет крепость получила апгрейд построился молок прокачанный молок просто сказка где-то призывается гронд вот он также гвардейцы с хамулом и королем чародеем пришли нужно использовать ульт короля чародея чтобы выиграть времени также нужно использовать проклятие долг улдор призывается третий отряд гвардейцев они легко могут снести крепость но может быть ладно может быть ульт уже нет смысла кинул я бы кинул мало ли что-то еще случится что-то призовут приехал гронд нифига си мордор сейчас закомбечит что-ли я думал что нижняя команда выиграет мистер крит установил маяк но поздно поздно он потерял крепость у него остался один барак по всей видимости нет два но мордор знает где он находится и да он вызывает прямо туда пиратов умбара также зверей горгорота это минус рабочий будет возможно есть смысл сносить вышку и пытаться куда-то сбежать пока еще не поздно уже поздно призывается глубинный страж молок не призвал своих челиков не использовал обилки грунт пытается снести крепость тут также половина была норме печати застроена поэтому особой защиты у крепости нет но есть но не очень много хотя грунт получает приличное количество урона ставится баррикада мордор выиграет на боевые тролли еще как же быстро все изменилось даже несмотря на тиммейта который заруинил мордор выиграет этот матч а с ним верхняя команда но я просто уже не вижу возможности для нижней команды что-то сделать это тотальное какое-то фиаско она барак один оставил вождь маку себе но этого чела можно не сносить он не активничает больше кстати а почему у него должно было на он уже ливнул просто да он ливнул у него должно было накопиться какое-то количество ресурсов то есть он к этому времени мог себе позволить уже что-то построить вполне у него там несколько ферм у него барак то есть с помощью барака построил бы каких-нибудь отрядов пошел бы зачищать территорию и отстраиваться может он рабочий потерял каким-то чудом я пропустил даже не знаю и в итоге а вот барак пропустил его мордор пендальф пропустил его также логово осталось и здесь барак но здесь барак палится ну ладно давайте промотаем стоп что 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 мистер крит поставил маяк типа там крепа там был тролль но ну не знаю ребят 180 очков командования 178 рублей в кармане вряд ли один тролль снесет но он может камни метать если ему удастся как-то так встать если он отсюда может типа если это возвышенность бустит его дальность стрельбы и крепость не достанет то ладно может быть он ее и разрушит медленно правда тем временем тут как бы есть хамулы качи которые могут прилететь нет конец нет 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 даже в самых влажных мечтах эту ситуацию никак не выиграть мордор победил ну пытается мистер крит респект за попытки мне нравится когда люди не сдаются так же побежали билтом и бёрд отсюда а барак то жив остался не добили его я не понимаю если честно что он пытается типа мол что что он будет отвлекать противника чтобы тролли как-то беспаленно забежали ну если пендальф не страдает долбежкой в глаза он их заметит а ну и все они решили сдаться блин очень классный матч всем спасибо за внимание огромное спасибо всем кто стал спонсором моего канала в описании ролика вы найдете ссылки на скачку этой игры и многое другое чао какао